Кхм, 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 кхм. Так как погода на улице сейчас ни о чём, кататься особо тоже не получится, потому что мокро, грязно. Поэтому я решил попробовать вот такое новое видео. Обозреватель лайфхаков и разрушения их. Ну короче, чисто поугарать, чем-то разбавить контент. Поехали. Сейчас вот начал только монтировать этот видос, который вы сейчас посмотрите. Вот камеру у меня сейчас забирают, кататься никто не выезжает, погода дерьмовая, снега нападало, кататься не с кем. Вот, потому результаты конкурса будут в следующем именно катательном видео, то есть во влоге. Либо уже в моём инстаграме. Ну я объявлю, короче, объявлю. Как вы смотрите этот видос. Кратенькая предыстория. Я вчера наткнулся на ютубе на 10 наилучших лайфхаков с велосипедом. И здесь какой-то парниша рассказывает, у него 252 тысячи подписчиков. И сейчас мы посмотрим на эти лучшие лайфхаки. Вы готовы? Предупреждаю, после этих лайфхаков ваша жизнь уже не будет прежней. Так что имейте в виду. Поехали. Бывает, что вы у бабушки на даче, и как говорится, на скорую руку забыли обуться и пошли кататься на велосипеде. Но мы знаем, что без обуви это делать довольно-таки больно. Вам понадобится два пластиковых хомута и две обыкновенные губки для мытья посуды. Закрепляйте их на педалях вашего железного коня и катайтесь на здоровье, сколько вам влезет. Блин, забыла бутся. Блин, забыла бутся. Вы пошли гулять, у вас нету карманов. У вас много одежды, где нету карманов, да? Вот, наверное, у вас шорты, футболка, штаны, курточка. У вас, наверное, нигде нету карманов. Потому вот лайфхаки не придумываются зря. Лайфхаки решают какую-то проблему. Вот, вот, проблема, нету у людей карманов. Вот положить-то и некуда ключи. Лучше же, конечно, пять минут потратить, пока ты наденешь. Потом она будет телепаться вот это на раме. Царапать раму, которая стоит там 200-300 баксов, если это какой-то хардтейл, типа как у меня вот стоит. Потом снимать вот это, она будет мешать. Как я говорил уже, царапать раму. Но это же... Мне кажется, вот эти дауны, вот эти лайфхакеры, они живут в своем мире. И мне кажется, когда они хотят хлеб отрезать, они не берут нож ее так, чук-чук, и хлеб отрезают. Они берут палку, палку вот так изгибают, натягивают какую-то леску, нитку. Вот, ну, как лук натягивает и начинают пилить этим хлеб. Вот, они, наверное, в этом мире живут и делают только так. Критикуешь, предлагай. Допустим, у вас в натуре нету карманов, куда девать ключи, куда девай их я. Вот, супер бомба. Купите в рыбацком магазине светлячки, они стоят недорого. Кто не знает, это такая небольшая палочка, которая заполнена фосфором. И если ее согнуть, то лопается внутри ампула, и данная палочка начинает светиться. Так вот, вам нужно взять желательно маленькие пластмассовые затяжки и закрепить эту штуковину на спицах вашего велосипеда. И теперь в темноте вас все заметят. И это даже, может, в каком-то случае спасет вам жизнь. Виталий. Виталий, Виталий. Не, ну на самом деле посыл правильный. Это призыв к безопасности, чтобы вас замечали на дороге. Да, это правильно. Но, блин, попробуй найти вот эти светлячки. Попробуй, потом стяжками закрепи, потом они погаснут. Потом сними, потом надень новые. Оно на колесе. Вот так ты едешь. Оно где-то вот здесь. Тебя могут не заметить. 25 гривен или сколько там, 1 доллар стоит лампочка, которую вешаешь на руль, вешаешь на подсидел. И тебя видно и спереду, и сзади. Все. Ну, что это? А когда он хочет масло намазать на хлеб, тогда он берет, наверное, идет на улицу, берет кору дерева, шкурит ее и отрезает масло ей. Вот, мне кажется, они в таком мире живут. Ну, мы прекрасно понимаем, нормальные люди, что эти лайфхаки, они, конечно же, не используют в быту. А эти лайфхаки сделаны для того, чтобы залить этот высер на ютуб. Как же неприятно, когда есть царапина. Особенно, когда ты вешаешь ключи, а потом появляются царапины. Действительно. Самая простая наклейка может скрыть все ваши погрешности, если, конечно, они у вас есть. Я просто взял наклейку и наклеил ее на царапину. И, как вы видите, все стало намного лучше и более оригинальней. Лучше возьмите изоленту и перемотайте изолентой вот побольше. И тогда будет класс. Вот это сразу будет и к прочности плюс, и к стилю плюс, и вообще ко всему плюс. И к карме, и к жизни, и к деньгам. Потому что изолента всему голова, да? Если проблема не решилась, значит мало изоленты просто намотали. А вообще, это распространенная практика заклеить наклейкой царапин. Но не такой, понятно, наклейкой, а нормальной наклейкой. Этот лайфхак из разряда... Блин, если у вас видно татуировку на лице... Яйца. Если у вас видно татуировку на руке... Этот лайфхак из разряда вот таких. Если у вас видно татуировку на руке... Наденьте рубашку с рукавами. Всем хочется пить, но не у всех есть поставка для кайфа. воды. И это очень плохо, например, если вы собрались в длинную дорогу на велосипеде. В очень-очень крайнем случае вам жизнь спасут вот такие вот две большие пластмассовые затяжки. Вам необходимо надежно закрепить бутылку воды на раме вашего велосипеда. Такой способ, конечно, не сильно практичен, но в какой-то ситуации он вам поможет. Вы, наверное, каждый раз выезжаете из дома и думаете вот так примерно. Стоп. Я ведь неправильно делаю. Это всё в прошлый век. Так-то гораздо лучше. Фух, хорошая бутылка у меня получилась. У вас спала цепь, и после того, когда вы её оденете, вы 100% испачкаете ваши руки. И так просто вам их не отмыть. Действительно. Мыло не отмывает масло вообще ни разу. Вот кто в мастерских работает, тот ходит постоянно с черными руками. Смотрите, вот я работал в мастерской, сам велик кручу иногда. И правда, руки не отмываются. Проверьте на личном опыте. Всё, что вам нужно, это обыкновенные медицинские перчатки. Наденьте перчатки на ваши руки и надените цепь, если, конечно, она у вас спала. Вся игра с неё и смазка останется на перчатках. Кстати, перчатки можно положить под сидение и в нужный момент достать. А ещё можно снять баренду и запихать туда деньги. Если ваш велосипед некрасивый, а то есть испачкан грязь, то вам нужно взять лак для волос и расп... Слетел у меня где-то цепь. Я такой, ехал, 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 у меня слетела цепь. Я такой, блин, а где же? Как мне её теперь надеть? Точно, надо купить медицинские перчатки. Вместо того, чтобы взять вот такую какую-то подручную штучку, это может быть листочек, вообще какая-то бумажка, взять её, аккуратненько надеть вот так и сделать вот так. Никаких перчаток. Потому что этот лайфхак, как бы, он как бы работает. Да, у тебя руки будут чистые, но эффективность этого лайфхака, как я говорил уже, либо перед этим, либо после этого. Я просто снимаю это отдельно. Мне кажется, ваша сестра, либо мама, либо кто там у вас использует лак для волос, будет не очень рад, если вы будете лаком для волос, пшикать свой велосипед. Нужное место. Немножко подождите, а затем протретите тряпкой. Ваш... Мне кажется, если вам там лет 13, и после такого лайфхака, вы тоже не напишите в комментариях на ютубе, что этот лайфхак не работает, потому что вам отключат интернет, заберут компьютер, и будете вообще сидеть уроки учить. Велосипед будет блестеть, и еще долго будет чистым. Мои лайфхаки уже подошли к концу. Если вам зашел формат таких роликов, то есть, вызвать тупые лайфхаки, и поражать с этого, то пишите в комментариях, ставьте лайк, и я буду знать, пилить ли дальше такого рода дерьмецо. Все, пока. Подписывайся.